Девушки отдыхают Ездить на кораблях, надо сдать экзамен, там тесты пройти, вот это все такое, купить корабль, одежду от моряка и ты моряк. Надо много плавать и учиться плавать. Нужно себе хаос, мощный корабль купить с пушками, с мощным двигателем. И нужно себе меч купить, и еще купить себе, и еще завести себе помощников, и ты ставишь моряком. Надо иметь команду, быть смелым, не бояться ничего и найти свой корабль. Он же кораблем управляет? Ну, лодкой, корабль, он должен уметь управлять кораблем, ну или там яхтой. Короче, следить за ветром, уметь он должен смотреть на компас или что-то типа того. Пожениться на морячке. Как бы ты назвал свой корабль? Хаос. Хаос? Хаос. Я бы назвал свой корабль «Люсия». Аврора. Трятский. Весь черный. Я бы назвал свой корабль «Йорхус». Это значит «Георгий» по-гречески. Что такое морская болезнь? Морская – это когда тебе очень холодно, и ты ловишь рыбу, и тогда клуб прыгает, и тебе брызгается холодная вода, и тебе очень-прочень холодно становится. Морская болезнь – это когда тебя в воде постоянно укачивает. Это когда человек плохо себя чувствует в море. Морская болезнь – это, например, ну, аллергия на воду. Ну, например, вот если вы едете на яхте, то вам сразу становится плохо. Морская болезнь – это когда тебя на волнах укачивает. Морская болезнь – это когда людям плохо. У них там микробус, они их там съедают, у них живот болит, у них там… они тошнят. А что такое звездная болезнь? Звездная – это в звездах есть бактерии, а когда они попадаются в человека, бактерии идут в человека, тогда бактерии уничтожат хорошие вещи внутри человека. Со звезд? Это когда актер чувствует, например, он играет так, а он чувствует себя выше этого. Это, например, ты долго-долго летишь в планете, и тебе кажется, что посуду звезды. Ну, как будто вот таким. Звездная болезнь – это потеря чувство реальности. Когда человек думает, что он самый-самый-самый величий, но это на самом деле не так. Звездная болезнь – это когда звездам плохо. Машина, водитель, гонщик, Формула-1, сидит, плавает. Это вещи или это человек? Человек? Нет, это не человек. Скорость. Руль. Кушаешь? Плаваешь? Отдыхаешь? Вот это было интересно. Спорт? Это спорт какой-то, нет? На речке? Нет? А вот… Вы же отправляющие. Срок я тоже. Еда, лежать, каникулы. Отдых? Каникулы. А-а-а. Мы так и поняли с вами. Ну да, ну, конечно. Каникулы. Пианино. Компьютер. Да. Компьютер. Маленька, молодец. Я от вас услышала. Такое лицо. Что? Открываешь, кушаешь, пьешь. Холодильник. Ужин, обед. Кока-кола. Завтра. Водичка. Нет? Че это такое? Это что-то, да? Мы должны угадать, что ты кушаешь. Это фрукт? Процесс мы должны угадать. Там внутри. Сэндвич. Хот-дог. Ягоды. Ну, у меня это выглядит. Открыла, конфету взяла, водой запила и ушла. Нет? Это что? Нет. А по-другому еще можно как-то показать? Это кафе, ресторан. Ресторан. В супермаркет. Магазин. Взял, покушал, выпил. Томатки, ни за что. Парк. Пикник. Мы вообще даже не близко. Пикник. А, да? Нет? Пикник? Пикник? Магазин. Молодец. Шансон? Вот эта песня мне вообще понравилась. Хоть она и старинная, но мне это кажется. Ты там сказали. Еще музыка. Там пророзы там поют. Она очень ласковая. Очень. Очень. А у Пугачева что ли поет? Хорошая, прикольная. Чуть-чуть нравится. Вот. Чуть-чуть. Ну там такая песена такая. Ну нормально такая, спокойная. Она все равно веселая, ну как-то так. Прям очень ласковая. И еще она такая душесная и любимая. Как будто все любят ее. Все, во второе, третье, четверое все. Нет, я такие песни не люблю. Мне не нравится. А так да. Мне кажется, некоторые разы это прикольная песня. Утром встают у окна там. Кто-то. Непонятно. Нет. Сейчас современная версия немного лучше. Мнение наших участников. Если вы хотите перемен, то вам необходимо идти в школу. Там перемены каждые 45 минут. Встречайте. Изет и Девлет Болтаева. Привет всем. Это мой брат Девлет. А это мой брат Изет. В каждой семье возникают споры. И эти споры иногда по самым необычным причинам. Итак, представьте. Случай в обычной семье. Так, я только что от мамы с папой. Нас записали в спортивные секции. Значит, я иду на каратэ, а ты идешь на балет. Чего? Это я на балет? Я тоже хочу на каратэ. Так ты же драться не любишь. Это я с тобой драться не люблю. Потому что ты старше и сильнее. Ага. Да там все старше и сильнее будут. Даже кто младше, все равно старше и сильнее. Иди лучше на балет. Сам иди. Ну зачем тебе на каратэ? Ты посмотри на себя. Тебя же с грушей перепутают и побьют. Вот чем тебе балет не нравится? Всем не нравится. Ну вот ты же любишь надевать колготки. В минус десять все любят надевать колготки. Я же прирожденный каратист. Я за месяц черный пояс получу. Ты черный пояс получишь, если белый со черными носками постирает. Так ты после первого занятия расплачешься и убежишь. Не будет такого. Да, ты даже из секции по шахматам расплакался и убежал. Так может ты пойдешь на балет? Ты только подумай, ты будешь выступать в Лебедином озере. Стоп, я же плавать не умею. А тут плавать не надо. И думать тоже не надо. Потому что это совсем не твое. Ну болеть же лучше. Ты просто послушай, как красиво звучит плие, гранд плие, аллегра. А что в каратэ? Герацуки. Хасамицуки. Ушура Гери. Это вообще не каратэ. А как будто в японском ресторане суши заказывают. Зато если кто-то тебе будет приставать, ты их можешь побить. А мне что, сказать, что я в колготках? Меня засмеют. Так, все. Не пойдешь ты на каратэ, потому что я уже туда пошел. Пойду. Не пойдешь. Пойду. Не пойдешь. Пойду. Так, что вы ругаетесь? Если братик хочет пойти на каратэ, значит возьмешь братика на каратэ. Ну, мам. Я сказала, возьмешь братика на каратэ. Ну, ладно, ладно. А ты еще когда наступчать успел? Технологии, брат. С вами были из этой давлеты. Мы рады вашим улыбкам. Будьте с нами. До зортовы. А откуда в ракушке берутся жемчужины? Ну, там личинки, они образовывают эту жемчужину. Ну, вообще это природный закон. И так надо. Всегда жемчужины должны родиться в ракушке. О, я не знаю. Может, из моря? Они там рождаются. Рождаются. Откуда в ракушке берутся жемчужины? Потому что внутри есть жемчужины, они покупают, и ложь тихонько открывается. Тогда оно плывет, и иногда ракушки могут быть в море, и попадают там в зимчужины иногда. А как спят рыбы? Они забираются в водорослях и там спят. Ну, иногда, когда акула не успела их съесть, тогда они быстро нашли дыру, там как дом, похоже, как дома. А потом они нашли кровать, и там они спят. На кровати? Да. На каком боку? Налево-направо? Да. На правом боку, да? Поп, и все, да? Они роются, ну, вот если в воде песок, они туда заходят внутрь и спят. На море, озеро, океан, там еще что-то другое, направо-налево-напок лягут, глаза закрывают, рот откроют, пузырьки идут вот так, опять закрывают, рот опять открывают, пузырьки идут, опять закрывают. И вот так всю ночь. Плывут с закрытыми глазами, так. Вот так. Открытые глаза у них? У них нету неба. Век, да? Век. Любовь. Милашиство. Любовь? Это любовь? А, любашество. А вы тут смазываете? Нет. Нет, я даже туда не смотрю, я вообще-то на него даже смотреть не хочу. Собирать. Урожай. В лукошке что? Ты что-то собираешь? Нет? Это фрукты, ягоды? Складывается. А по-другому как? Как еще можно показать? Давайте выясните. Собираешь что-то, да? Да. Это в огороде какие-то овощи, фрукты собираешь? Перекладываешь. Складываешь. Квадратик? Кубики. Щетки. Что? Ты какая-то как будто утка разговаривающая. Я не понимаю, что ты говоришь. Какие-то цветочки. Оттуда берешь. Это квадратное что-то? Шахматы. Глупые взрослые. Что это? Что ты там играешь? Малико. Вообще она супер выгнала. Помогите. Помогите. Можно сдаваться? Да. Мы сдаемся? Что? Гербарри. Полина, как будто ты это каждый день показывала. Это был гербарий? Гербарий. Ну мы так и думали. Цветочки. Смотришь, жуешь, спать, жираф, нет? Утро. Доброе утро. Почти. Рассвет. Рассвет. Благодаря вам. Благодаря вам. Без утра я в жизни не догадалась. Такие сложные слова. Что ты показала? Видит вам? Счастье, радость. Крышки, батут. Эмоции. Это эмоция какая-то, да? Что? Счастье у нас было, да? Счастье, радость, веселье. О, круто! Во мне совесть проснулась. Спасибо, Полинка. Спасибо большое. На гербарий мы бы никогда не угадали. Дуэт нашего проекта. Фарис Ахмедов и Рамина Рафикова. Всем привет! В эфире Фарис и Рамина. И вы смотрите развлекательное продавательное шоу. Магазины на диванчике. В прошлый раз у нас был магазин на Курпаче, но дела идут в гору. И теперь мы на диванчике. Итак, наш первый товар. Дневник для мальчиков с Егором Гридом на обложке. Да, тебя будут дразнить одноклассники. Да, тебя будут дразнить на переменах. И, возможно, тебя даже не будет любить директор. Но зато все девочки будут общаться только с тобой. Ну а следующий наш товар. Ручка с четырьмя цветами. С помощью этой ручки ваши тетрадки всегда будут яркими, буквы разноцветными. И у вас будут самые красивые пометки на полях. Но самое главное качество этой ручки, то, что с ней вы никогда не будете скучать. Ведь вы всегда можете попробовать нажать два, а то и все четыре цвета одновременно. Кстати, это еще никому не удавалось. Плюс бесплатно к этому товару вы получаете специальную резинку. И для карандаша, и для ручки. Которая стирает карандаш, но вообще не стирает ручку. Да и карандаш она стирает, ну, так себе. Рамина, а как часто бывало такое, когда ты приходишь в столовую, а там уже ничего не осталось? Ты не поверишь, но постоянно. Тогда следующий товар тебе точно понравится. Сертификат на место в очереди в столовую. Купи сертификат на место в очереди в столовую и всегда успей поесть пиццу, которая не пицца, а пирожок с сосиской. А что делать, если я не хочу идти в школу? Тогда следующий товар точно для тебя. Градусник. Мама, можно я в школу не пойду? Да, больше не нужно класть градусник на батарею, нагревать его над лампочкой или класть его в чай. Просто управляй градусником через мобильное приложение. Просто установи нужную температуру и покажи маме градусник. Градусник, мама, можно я в школу не пойду? Не иди в школу, полежи дома. А в подарок нашему градуснику вы получаете набор накладных красных точек Витрянушка. Витрянушка, не ходи в школу, пойдем к врачу. И специальное предложение для девочек. Ты отличница, сидишь за первой партой, не любишь давать писывать, и тебя всегда дергают за косички? Купи накладные косички с пружинками. С нашими накладными косичками тебе больше ничего не страшно. И специальное предложение для мальчиков. У тебя проблемы с учебой, тебя ругают за поведение, чувствуешь, что твоего отца вот-вот вызовут в школу? Инвестируй в будущее. Подари отцу ремень с подушкой безопасности. Ремень с подушкой безопасности. Тебе больше не будет больно. На сегодня это все товары в магазине на диванчике. Надеемся, что мы все распродадим. Да, потому что мы вложили все деньги в товар. Всем пока-пока! Пока-пока! Кто такие пираты и как стать пиратом? Пираты это злые люди, которые хотят украсть всякие драконцены, вещи. А чтобы стать пиратом, нужно тебе купить шлем, и еще потом глаза вот так накрыть, и купить мяч, и чтобы рука была крылком, и нога тоже. Нужно корабль купить и завести себе помощников. И покупать... и... себе покупать. Чтобы стать пиратом, надо вместо одной ноги деревяшку вставить, вместо руки надо крюк вставить, вместо глаза повязку завязать. И надо быть очень вредным. Джек Воробей. Они... типа грабители. Ну, только грабители в воде, подводные. Ну, не подводные, а на кораблях. Это тоже моряки, только злые. У них тоже есть команда, там все. Еще у них тоже есть злой капитан, вот самый злой. И как стать пиратом? Ну, надо быть злым, там тоже иметь свою команду, тот же корабль. Все как... Как у моряки? Ухожу, что моряки, только это проходит. Проходит. Разбойники, грабители, нехорошо быть пиратом. А как стать им? Можно родиться только. Пираты, это котрущик, золото, прягоценность, и Петро Пена. И как стать пиратом? Надо много злиться, кусаться, не слушаться, не кусать, не слушаться. Почему у главного пирата всегда нет одной ноги, одного глаза и вместо руки крюк? Пираты такие должны быть, потому что они капитаны, а вообще помощники похожи чуть-чуть на людей. Ну, потому что они воевают, хулиганят, и когда они это все делают, они это теряют. Это никогда такого не было, это просто фильм или, ну, например, мультик. Один глаз, это значит, настоящий капитан злый. Одна нога деревянная нужна, чтобы кого-то бить, а один крюк что-то, ну, так, несли, чтобы вовсе боялись. Потому что они дрались с Петро Пеном. Почему у пиратов всегда на плече попугай? Потому что он помогает найти даркоценную вещь и повторяет его слова. Ну, потому что пиратам скучно одним, из-за этого у них есть попугаи. Попугай это типа его питомец. Он тоже злой, может своим клювом взять карту у добрых. Пираты попугаев учат разговаривать, а потом продают за дорогие деньги. Потому что они их любят и они говорят, вон салаги. Это было лучшее детское шоу страны Comedy Kids только на телеканале Зор ТВ. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok